С 1 декабря стартует декада, посвященная людям с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно в это время свой день рождения отмечает Клуб инвалидов «Надежда». В этом году он отпраздновал 27-ю годовщину. Традиционно в преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, Клуб «Надежда» проводит огонек. Его гостями в нынешнем году стали глава района Роман Синеговский, председатель совета Григорий Литовко, управляющий делами администрации Славянска-на-Кубани Сергей Мащенко, депутат городского совета Светлана Подрез. Они поздравили членов клуба с днём рождения «Надежды». Спасибо вам за то, что вы собираетесь, за то, что вы имеете клуб, за то, что вы помогаете тем людям, которые нуждаются в помощи. У вас есть возможность общаться, есть возможность посещать какие-то мероприятия, в общем, жить полной жизнью. Мы обязуемся продолжать сотрудничать с вами, помогать решать ваши практически социальные вопросы. Председатель районного совета Григорий Литовко является куратором вопросов адаптивного спорта. В своём обращении он отметил большие заслуги наших паралимпийцев, которые своими победами не только прославляют район, но и доказывают, что полноценной жизнью может жить каждый. Я хочу от всей души пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, бодрости духа, вот того стержня, который у вас есть. Мы будем всё делать для того, чтобы в нашем районе люди с ограниченными возможностями здоровья никогда не чувствовали себя ущемлёнными. Особые слова благодарности были сказаны руководителю клуба Любови Кузьменко, человеку творческому, активному и целеустремлённому. Под её началом клуб объединил более 50 человек. Вместе они постоянно организуют полезный досуг, встречи, выезды на природу и на море, участие в делах общества инвалидов в районных мероприятиях. На огоньке женщин-матерей поздравили с Днём матери. Отметили членов клуба, мастеров прикладного творчества и спортсменов-паралимпийцев. Роман Сенеговский в качестве подарка оказал помощь клубу для организации будущей поездки на отдых. Во время общения глава и руководитель клуба обсудили ряд важных вопросов. Дальнейшая поддержка клуба районной властью, предоставление транспорта для поездок на отдых, на краевые творческие конкурсы и помощь в проведении мероприятий. Встреча прошла, как всегда, в дружной и доброй компании. Интересно и весело. Всем спасибо!